Друзья, всем привет, Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. В прошлом прогнозе с наибольшей вероятностью прогнозировался откат. Откат до уровня 6900 долларов мы с вами получили. Но здесь стоит обратить внимание на то, что этот уровень довольно быстро откупили. Не дали прогуляться до уровня 6600-6500. Что показывает нам то, что покупатели на данный момент на рынке присутствуют. Присутствуют в довольно больших объемах. В первой части выпуска мы быстро пройдемся по биткоину. Разберемся, какие движения от него можно ожидать. Вторая часть будет более интересная. Она будет про альткоины. Соответственно, вообще, как их откупают и какие уровни по ним стоит ожидать. Торгую я на бирже CX. Соответственно, мы уже наблюдаем откат. Биржа CX вообще всем хороша. Вот эти небольшие биржи показывают уровень, до которого нам стоит ожидать движения цены вот этими проколами. Соответственно, прогноз, который я хотел вам дать, но уже пошли дальше, что минимум пойдем до уровня 7700 долларов. И вообще, на эти проколы с объемами стоит обращать внимание. Они отрабатывают, ну я не знаю, вот чтобы не соврать, 90% случаев. Мы с вами рассматривали то, что у нас от этого уровня как раз должно было быть падение. Падение нам с вами показали, но хочу обратить внимание, как яростно его начали откупать, а потом еще одним объемом закинули вверх. Сейчас, я думаю, мы прорисуем что-то похожее. Очень навряд ли, что мы сразу пойдем к уровню 7000 долларов. Здесь мы должны с вами обращать внимание на то, что у нас действительно послезавтра планируются новости по ETF, люди в ожидании. И здесь можно по графику начать отслеживать людей, которые, в принципе, имеют некий сайт по этой ситуации. То есть, соответственно, как они поведут себя. Мне кажется, что учитывая вот этот вот общий новостной фон, который сейчас нам вливают ETF, вполне могут одобрить. Это будет довольно такой неплохой ловушкой для людей, которые сейчас рассчитывают, что у нас будет коррекционное движение. И вполне вероятно, что в средний срок нас с вами еще могут протащить вверх. Здесь надо обращать внимание, вот опять же этот уровень 7600, 7400. Как мы будем на нем себя вести. Соответственно, если мы его пробьем, то опять пойдем плюс-минус вот к уровню вот этой консолидации. То есть, ну вот вверх ее низ, то есть, 6500, самая нижняя точка. Вот при данном движении, то есть, этот уровень, вот эту вот всю зону, ее стопудово будут откупать. То есть, проливать сразу на уровень 5500 очень навряд ли будут, потому что, ну, это не шибко выгодно маркет-мейкеру. Плюс надо учесть то, что сейчас довольно позитивное настроение. И стоит сейчас цене там прорывать в каком-нибудь уровне серии 8500, люди опять начнут влетать в покупки. Поэтому данную ситуацию рассматриваю как локальную коррекцию. Вероятнее всего, будем перебивать вот этот вот хай. Как высоко нас закинут, честно, не знаю. Потому что, в принципе, продавцов тоже довольно большое количество людей, которые там в активе больше года. И по-любому там уровни от 8500, там 9, ну, до 10 тысяч долларов, по-любому, все эти уровни люди будут закрывать. И, как бы, хватит ли покупателей для того, чтобы пройти всех этих продавцов. Это надо смотреть исключительно на самих движениях. Теперь более конкретизирую вот этот вот краткосрочный прогноз. Вот этот пролив, в принципе, видите, вот, ну, как говорил, вот эти вот уровни, вот эти вот сбои, сбои, они как раз показывают приблизительно, куда вот пойдет все одной свечой. Дальше еще могут протянуть чуть ниже, но сомневаюсь, что это будет ниже уровня 7500-7400. То есть, вероятнее всего, здесь уже начнут откупать актив. И, возможно, что уже даже следующим движением мы пойдем на перехай 8250. Да, вот приблизительно пойдем на перехай этого уровня. Плюс здесь было бы довольно логично вкинуть новость, которая вроде как ничего не значит. Но людям, которые на этом рынке не так давно, ну, могут навязать то, что вот это ETF, это прям оверкруто. Надо обязательно вкладывать сюда все свои последние бабки. Кстати говоря, по поводу вот свечей. То есть, все время вот эти вот свечки, прострелы, они плюс-минус закрываются всегда. И вот здесь тоже, видите, тень пошла, закрывает. Ну, это очень частое явление. То есть, на биржах с небольшими объемами, когда выкупаются стаканы, вот боты иногда оставляют вот такие вот свечки, как индикаторы. Поэтому, думаю, краткосрочно здесь стоит ожидать вот поход до, ну, вот либо до этого уровня уже, где мы сейчас находимся, либо чуть ниже, там до 7400, вряд ли ниже. А этот уровень опять будут откупать. Первая цель, где будут в краткосрок фиксировать откуп, это плюс-минус, ну, 8000 долларов. Но, я думаю, тут возрастут объемы. И все-таки, наверное, вот следующее движение уже реально мы с вами пойдем на уровень 8300. Пока что данные объемы не похожи на слип крупного игрока, плюс довольно количество большой поддержек. Теперь рассмотрим ситуацию по альткоинам. Начнем с Ripple. Здесь ситуация намного интереснее. На самом деле, за эти выходные нехило так я все нервы подпортил с этим активом. Я отслеживал вообще все движения. Но ситуацию по альткоинам разберем после небольшой рекламной интеграции. Друзья, спонсор данного выпуска компания Fireplay. Fireplay – это первое лицензированное крипто-казино с контролем честности на блокчейн. Проект использует в своих играх блокчейн-платформу TruePlay, которая обеспечивает контроль честности игр. Fireplay – это действительно масштабный проект. Пополнять и выводить выигрыш можно с помощью Ethereum и Bitcoin. Это быстро, надежно и анонимно. На сайте можно посмотреть статистику игр за весь период. Нужно отметить, что обычные игры на базе Ethereum работают очень медленно. Они часто очень неинтересны. У Fireplay подобных проблем нет. На Fireplay вы выбираете игры от лучших мировых провайдеров с многолетним опытом на рынке. Сайт доступен на английском и русском языке. Служба поддержки, как и во всех серьезных проектах, работает 24 часа в сутки. Быстрые выплаты без комиссий. Также Fireplay дарит щедрые бонусы игрокам на первые депозиты. Для подписчиков моего канала удвоенный бонус на первый депозит. Используйте промокод YOBONUS и получайте плюс 200% к своему первому депозиту. Ссылку на проект Fireplay вы найдете в описании под видео. А мы с вами продолжаем. Так, друзья, давайте разберем Ripple. Соответственно, ни для кого не секрет то, что я сейчас этот актив для себя выбрал как основной. Почему выбрал его как основной? Потому что, во-первых, он действительно в отличие от многих других альтов не показал свою полную реализацию в плане движения. Потому что движение, конечно, у него должно было быть хотя бы до уровня 52 центов. Нам там фитилем свечи нарисовали, чтобы не ошибаться, 37, по-моему, центов. Да, 37 центов ровно нарисовали. И сразу же актив палился вниз. Сейчас его начали откупать. Соответственно, те, кто следит за моими новостями в сообществе на YouTube, говорил, что я сделал довольно большую позицию на закуп. Соответственно, закуп от 40 центов с половиной до 35 центов. Очень-очень много ордеров здесь сделал. По той причине, что у нас локальный был восходящий тренд. Мы, соответственно, его преломили и показали подтверждение. Он немножко сюда еще зашел. Но, соответственно, то, что видим, то есть уже 38 центов. Вот это у нас низ. И вот причем здесь хочу обратить внимание, что его уже на данный момент откупают на объемах. И, ну, у меня, в принципе, уже большая позиция набралась. То есть, если здесь еще будет отскок, еще пониже пойдем, у меня там еще наберется позиция. Ну, вот я как раз перед тем, как записывать этот выпуск, посмотрел, там уже неплохо так набралось. Что касается репла, я напомню то, что я его вот здесь вот слил, и дальше он пошел вниз. Соответственно, я здесь никаких ордеров не ставил. Здесь был большой соблазн, вот здесь вот был большой соблазн его купить, надо было купить. Но что-то я решил не рисковать, потому что, ну, это уже не совсем по-трейдерски, потому что покупать как бы стоит уже там от пробития уровней, ну, чтобы наиболее вероятная была покупка. Ну, не стал заходить, это и правильно сделал, в принципе. Потому что все это дело могло еще ниже посыпаться. Я же не ванга, я же не знаю, что у нас сразу пойдет такое движение. Но сам факт, что у нас с вами пошла просадка, и тут объемы, и все, и начали держать уровень. С какого бы хера, извините, держать уровень 38 центов. Причем это уровень, хочу обратить внимание, вот, то есть мы отсюда начали продолжение восходящего движения. То есть получили памп, и дальше на объемах мы начали торговать это восходящее движение. И здесь мы, соответственно, начали держать этот уровень, его активно откупали. Соответственно, мы увидели то, что здесь был набор позиций, здесь подняли курс. Соответственно, сейчас начали разгружаться, и сейчас вот, судя по всему, опять его начинают откупать. Лично я принял решение набирать данную позицию. Что касается целей по Ripple, соответственно, первая цель это у нас вот этот вот уровень. Ситуация будет вот плюс-минус, как в самом начале движения у нас было на уровне 40 центов. Ну, вот здесь вот была война, я вам показывал, то есть здесь, в принципе, уровень в уровень, они бились. Здесь она в итоге прошла выше, и у нас показала рост. Вот, но все равно первая цель, вот так вот, если смотреть чисто по уровням, это 47. Не надо, тут так как тело свечи ниже заканчивается. Смотрите, первый уровень это 47. Дальше, соответственно, надо идти по уровням предыдущих, соответственно, хаев. Предыдущие хаи у нас были на уровне 50 центов. Ну, вот здесь средний уровень, где-то 52 цента, я вот так вот рассматриваю. То есть это вторая цель, то есть получается 47, 52 цента и, ну, 55, 54, 55 центов. В принципе, пока что вот этого сопротивления и вот этого сопротивления активу больше, чем достаточно. Поэтому давайте посмотрим, как у нас вот это сопротивление реализуется и вот это вот сопротивление реализуется. Соответственно, часть активов, я считаю, что надо будет зафиктировать здесь, часть активов по 50, часть активов по 54. И оставить, соответственно, какой-то золотой парашют, и там уже будем, соответственно, смотреть, докуда могут его докинуть. Потому что, помните, вот прошлый рост вообще до 80 центов, это, извините, с 30 он ушел. Поэтому всегда часть стоит оставить активы, даже если вы видите, что будет откат. В любом случае, такая жесткая коррекция, как по альте, ну, это, извините, это очень жесткий рост. И, соответственно, будет жесткая коррекция, определенно. Такая же будет и коррекция по битку. И эта коррекция будет довольно серьезной, причем вплоть там вот до этого уровня. Это 5,506 тысяч. Но пока что есть вот эта эйфория на рынке. Я думаю, маркетмейкер будет ей пользоваться и еще протянет актив. Соответственно, друзья, держим с вами в уме то, что 22 мая у нас с вами ETF. Вероятнее всего, движение на инсайде нам уже будут показывать 21 мая. На данный момент, считаю, что краткосрочно можно ожидать небольшое нисходящее движение до уровня, который я бы означил. Дальше восходящее также до предыдущих локальных хайов. Но сейчас действительно рынок такой, что за ним надо очень активно наблюдать, очень активно следить. Поэтому рекомендую вам, кто еще не начал пользоваться будильниками, программа Блокфолио или Таптрейдер. Любую программу выбирайте, которая будет анализировать вам о пробитии тех или иных курсов. Соответственно, действительно сейчас стоит отслеживать, потому что очень часто сейчас есть какие-то вот такие вливы объемов, которые показывают, каких дальнейших там движений на ближайшие 4-5 часов стоит ожидать. И даже интродэй можно несколько раз успевать зарабатывать. Ладно, друзья, времени вашего больше отнимать не буду. Если был полезен, поддержите выпуск лайками, оставляйте свои мысли в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Работаем.